нашлись почему там на какой теме в этом день не хотели да да как бы у вас зарплаты такие небольшие у вас пятерики есть осмотрю не тратите я специально в банкомате снимаю там где пятитысячные купюры банкомат дает абаке он работает или на пенсии ли он на пенсии работы не папа работает и на пенсии ну как бы получается тут небольшие деньги платят ну там он час ну часа полтора-два работает в день 10 тысяч платят в месяц учет работа такая полтора часа в день там два дома надо убрать там подмести такое плана как дворник получает 30 вышел подмел и свободен ну да 130 полтора-два часика там подмел до бумажки собрал чтобы чистый двор был и все и пенсия у него как бы но пенсия у него должна конечно было быть больше у него шахтерский стаж но тут ему сделали пенсию 22 тысячи 600 двадцать лет 600 но это нормальная пенсия считается там ну и я бы я nies сказал бы он в украине у нас пенсия идет как бы но у нас правда там личный кабинет заблокированы как бы еще люди некоторые украинскую пенсию получают бы и мы получали бы но нам заблокировали личный кабинет такой была такая тема была а когда вам заблокировали когда вы получали последний украинскую пенсию украинскую кгс и мы получали а ещё год оба нас ну вот а два с половиной назад минут два-два ну вы получали никто не получал она получит ничего украинская карточка была но обналичивает у деньги тут являну не через банкомат об наличии говорить день и через ну например кому то там были от и личный специальный такие люди которые люди которые занимались этим Вот они, украинская пенсия пришла, ты им скидывал эту украинскую пенсию на ихнюю карточку, они тебе рублями деньги давали. Это такие левачили тогда? Ну, так это было и официально, даже сейчас до сих пор вот есть в центре города на южном у нас возле континента вот этого магазина, о котором вы говорили. Вот был такой обналичка. Ну, как бы вот, ну, есть, да, еще остались, но уже года два мы не обналичиваем украинскую пенсию, потому что у нас деньги идут на счет, на карточку, саму идут. Если пойти, поехать в Украину, как бы разблокировать, как бы деньги там уже собрались, там около, ну, приличные украинские деньги, там пенсия хорошая украинская, как бы получше, чем здесь. Странно, а я смотрел, говорили, что Украина не платила никому пенсии. Только если... Да нет, это обманут. Нет, нет, это обманут. Нет, в Донецке говорили. Да нет, это обманут. Многие люди получают пенсию, вот сколько я спрашивал, вот у кого есть с карточкой все в порядке, не просрочена карточка, как бы, или сделали, там, как бы, не была не заблокирована, как у нас. У нас заблокирована, потому что, как бы, я один раз повелся на лохотну, ну, на махинаторов, и сам ее заблокировал, позвонил в банк и заблокировал, чтобы мошенники не сняли деньги с нее. А в каком банке у вас была карточка? У нас был банк, у вас ащад, ащад, ащад банк, да. Ну, а покажите карту, кстати. Да, блин, ну, а что не верите? Ну, интересно просто, ащад, я, кстати, никогда не видел, ащад банк. А, ну, сейчас. Как она хоть выглядит? Вся эта, желто-блокитная? Да нет. Или там этот, как его, как его, кто-то, кто там, как он его, как его звали-то, который сидит сейчас в тюрьме, как его, это же его банк. А я не знаю, кто там сидит, Коломойский? Да, да, Коломойский же. А я не знаю, я снова, ну, а что он в тюрьме сидит, разве? Его Зеленский же посадил, да. Ну, не знаю, первый раз скажи. Сейчас я вам покажу карточку. Ну-ка, покажи. Только не переворачивайте этот. Ага, хорошо. Просто на эту камеру, на другую камеру не переключайте. Угу, хорошо. Просто интересно, ащад банк? Кстати, я вообще, я не знал, что перечисляли пенсию. И сейчас перечисляют? Нет, сейчас нет, заблокирована карточка. Ащад банк. Но на нее приходят бабки сейчас? Да, на нее приходят деньги, там, ну, как бы, уже приличная сумма собралась. До сих пор это ему за то, что он на шахте работал платит. Ну, да, вот шахтерские, там, вот, в Украине лучше пенсии шахтерские, чем в России. Потому что там у отца подземный стаж. Ну, он же в России не работал, он же на Украине работает. Ну, как бы все, если мы, Россия, как бы, здесь, как говорится, зашла сюда, оккупировала территорию, как вроде как, вроде мы как русские раз получили российский паспорт. Ну, это принудительно, я не хотел получать российский паспорт. Просто без российского паспорта... Вы же голосовали. За кого? Я ни за кого, я на референдум не ходил. Ну, хорошо, вы не ходили, ну, а демократия как работает? Как демократия работает? Ну, это все было нелегитимно, это незаконно. Ну, как, народ же пошел? Ну, как стадообороны пошло, понимаете? Не важно как, люди пошли, проголосовали, демократия работает... Ну, и кто-то мало проголосовало людей, там же, как пошли люди, думаете, все много пошло. Они собрались с одного района в одну школу, специально сделали показуху, что много людей вроде, понимаете, что люди идут голосовать, а в другие пункты там все были закрыты. Короче, один ленинский район, одна школа, понимаете? И все сюда поперлись, я тоже думаю, а что столько много людей? А на самом деле много людей не ходило. Вот у меня сестра, которая в Киеве, они выехали в 2014 году, они вообще не ходили, они знали, что это все обернется войной, что вот так все будет. Они уехали в 2014 году, по всей Украине мотались, то в Виннице были, в Винницкой области, то сейчас уже в Киеве. А вы там за Януковича были? За Януковича были или за то, чтобы его сняли? Ну, в Донецке люди. Ну, мы тогда были, голосовал я за Януковича. Ну, я молодой еще был, я вообще, как бы, если на ничего не вникал в политику. Да, за Януковича. Ну, а то, что его сняли, вас никого там не беспокоило? Ну, народ как к этому относится? Ну, он сам убежал, что его сняли, как бы. Он же обещал людям в Евросоюз вступить, а потом свое обещание не сдержал, понимаете? Не, он хотел попойти, его просто не взяли. Да не, он же сам отказался, я же смотрел, как он говорил все. Ну, денег нет. Ему Путин сказал, ему же, он же, это же путинский человек был, Янукович, это же, ну, как бы... Вы сами его выбрали, как бы, только что сказали, что голосовали за него, а говорите, путинский человек. Мы голосовали, ну, мало людей голосовало за него, больше людей голосовало, я тут спрашивал, даже в Донецке. Это только Донецк голосовал больше, часть за него, а другие города, там, Украины, голосовали за Юлию Тимошенко. За Тимошенко? Даже вот тут у меня это знакомый, который... А? Семь процентов у него, по-моему, там с чем-то, насколько я помню. Ну, это же ему выбрали не легитимно, ну, как легитимно, ну, как бы, это же бандит, понимаете, сидел за... А вы за него голосовали? Два раза сидел в тюряге, и президент лезет, это что за президент? Вы за ЗЭКа голосовали? Ну, да, ну, я был молодой, в то время у меня было 20 лет, я, как бы, ничего, ладно, там ничего не соображал, но многие люди, как бы, пенсионеры голосовали, молодняк вот этот, а которые более, как бы, посмышленнее, люди понимали, что, ну, куда, вор, вор, который два раза сидел в тюряге, и что он может хорошая стране отдать. Ну, а в итоге-то само проголосовало 70%? Да, проголосовали, это неправда, это, там же, я же говорю, должна была Юлия Тимошенко быть президентом, вся западная Украина, центральная Украина, юго-западная Украина, вся голосовала за Юлию Тимошенко. У кого не спросишь, все за Юлию Тимошенко голосовали. Это уже тут, как бы, свои бандиты его выдвинули, Ренат Ахметов, наши, которые здесь... Ну, то есть, на Востоке все были за Януковича, в основном, на Востоке? Да нет, нет, так бред, ну, как бы, на Востоке не все за Януковича, у нас даже Донецкий, то он сам же из Донецка, ну, как он с Янаки, у вас Донецкая область, Янукович, он тут был, ну, сколько, ну, процентов, ну, как бы, я сколько знаю, за Юлию Тимошенко много голосовало в Донецке, от моих знакомых. Как бы, я не сказал бы, что за него много голосовало людей. То есть, вы думаете, там все подстроено было? Ну, у него 70%... Конечно, все подстроено было. Сколько скидывать надо было? Ну, а что, тут самый богатый Ренат Ахметов, потом Путин его... Это ж путинский человек был. Путин там ему помог. Ну, Путин его к Украине помогал, это ж нормально, мы ж были братья, друзья. Ну, как бы, он помогал, потому что был его человек урулял, Янукович. А если бы мы стали в Евросоюз, мы уже жили бы, как и в Европе, более-менее, там, законы нормальные, как люди живут, вот, как вот раньше... Помните, там, в Румынии был Чаушевску такой президент? Его к... Был такой, да. Ну, да. Тоже диктатура, там, так правило, что люди обнищали, в бедноте жили, что его полностью, всю семью его... Ну, как бы... Это нормально? Думаете, это нормально? Да, нормально, конечно. То, что нормально? Ну, а что он мучил всех, всю страну мучил? Собаке там своему орден дал генерала, что нормально? Собаке генерала... Ну, у вас... Поезда золотые, вагоны золотые, да, нормально, а люди в бедноте жили. Зеленский, вон, своей псине тоже какую-то там медаль дал, это, как патрону... Патрону там, ну, патрону там, ну, патрончик, ну, медалька, ну, и шо, шо, медаль, а он там дал какой-то генерала своей собаке, понимаете, звание генерал. Да, это шо, это нормальная сторона? Зеленский чулшевку получает, кто тоже своей собаке медали там дает. Вас, блин, я не знаю, что вы, вот, вы все русские, я не знаю, верите, там, вас там, наверное, пропаганда, и так уже обложили. Это же видео, это же видео есть, в смысле. Как он дает медальку, кто этому, что-то за какую-то там, что-то он давал там, у себя там, кабинеты, кабинеты у себя давал. Ну, он же не давал звания такие, как, вот, например, генерал, полковник, понимаете, а этот же давал там звания всякие. Зеленский наградил собаку патрона. Сейчас посмотрим. Зеленский наградил боевого пса патрона. Наградил за службу. Видите, наградил, собаку наградил, ну, как Чаушеску, получается, а люди в нищете живут. А, ну, видите, собака, видать, служебная, она, как бы, ну, сейчас же война идет, правильно? Она, видать, служебная собака. А то, что была служебная собака, просто домашняя собака была, он наградил ее, он звание ей дал генерала, понимаете? Не то, что там он наградил там медалька какой-то, а у нее звание было генерал. Звание генерал, ну, ничего страшного. Главное, чтобы люди хорошо, а тут, видите, на Украине люди бедные живут, а медальки собакам дают. Я бы не сказал бы, мы, когда было все нормально, когда при Украине жили, когда не была оккупирована здесь Донецкая территория, мы жили нормально. Все, как бы, я препараты постоянно получал свои, все развивалось, Шахтер была такой команда, которая на первом месте была в Украине, команда Шахтер футбольная. Все развивалось, такие подруги красивые ходили. Это вообще тут на бульвар Пучкина. Ну, надо было Януковича оставить, Януковича надо было оставить, и развивались бы дальше. Януковича-то нафига они там снимали в Киеве? Ну, это в Киеве снимали из-за того, что он пообещал в Евросоюз вступить, но свое, как бы, не сдержал обещание. А почему? А когда он это обещание давал? Я точно не знаю, я видел, как он, в принципе, конференция, когда он ездил туда, на этот саммит, когда он отказался, сказал, нет, ну что-то там, я не знаю, кто ему, видать, сказали, в Евросоюз не вступать, и все, в таможенный союз только. А вы думаете так, что вы не в курсе, да, почему не вступили в Евросоюз, не в курсе? Ну, чего? Ну, смотрите, Янукович, да, подготовил документы в Евросоюз, с тех пор прошло 10 лет, почему Украина до сих пор не в Евросоюзе, не знаете? Януковичу 10 лет уже нет. Да, конечно, война идет здесь, какой уже будет Евросоюз, когда тут все разбито. Вы знаете, как это произошло, когда? А, у нас, вот, уничтоженный городок, сколько, вот, когда русские наступали, на Мариуполе уничтожили, сколько? Это 22-й год, это 22-й год, а с 14-го по 22-й, почему в Евросоюз, не никуда не интегрировались, почему? Нинукой еще нет уже, давно. Почему Порошенко не интегрировался, почему Зеленский не интегрировался? Не задавались? Ну, потому что тут на Донбассе война ишла, Крым отжали, получается, Луганск отжали, Донецк отжали, как бы, ну, как бы, тут тоже делов хватало, а армии в Украине не было, украинская армия, там, я же говорю, не техники. Если бы вы поинтересовались, почему Янукович не пошел на евроинтеграцию, вы бы знали, что Янукович думал, что ему, как полякам, дадут денег на развитие Украины. А Евросоюз сказал, денег не дадим, пожалуйста, все переделывайте у себя там под стандарты, тогда будем брать. И Янукович понял, что надо кучу-кучу-кучу-кучу-кучу-кучу миллиардов, чтобы сделать из Украины Европу. И он тогда сказал, о чем мне идти, денег нет. Я не знаю, так кто-то так говорит, кто-то по-другому. Так и есть официально, они сказали, что мы денег не дадим. Не дадим вам денег. Уже в саммите брали, уже вступают только в Евросоюз. Он не захотел. Ну да, сказали, подписать документы. А в документах сказали, мы подпишем документы. Если вы все сами сделаете там, сделаете наши стандарты, тогда мы вас подпишем. Ну что, у нас тут нормальные предприятия. У нас нормальные предприятия. У нас какие тут заводы стояли, которые пока месяц, сейчас уже ничего не работает. При Украине все работало, развивалось. Сколько тут шахт работало, сколько вот Конти, фабрика конфетная, ее построили недавно только. Она вообще огромная, вкусные очень конфеты были, Рошеновский там. Вообще вот российская, ну говно-говно, российский шоколад. Какие конфеты были российские не нравятся? Да я не знаю, сюда какую-то парашу гонят, я не знаю даже их название. Даже тот же Конти сейчас, он же раньше был украинский, не Киев-Конти, а Контик. Или Киев-Конти, не помню. Мне сейчас абсолютно как бы продукция херня. Невкусно, да, невкусно? Да вообще невкусно ничего. И хлеб невкусный, по сравнению, как раньше при Украине был хлеб. А что поменялось? Это шпикарня, это со мной местные? Непонятно из какой воды ее готовят, понимаете? У нас тут с водой проблемы. Как бы вода в кране, который она бегит, чисто так, техническая вода. Техническая, чисто помыться как-то. Да, у нас горячей воды нету. Вот как вот это в 22 году Россия полностью напала на Украину, воды у нас не стало горячее. Только в 22 году? Уже 2 года горячей воды нету. А, только с 22 воды нету? До этого до была? Да, когда уже полностью, когда вторглась Россия на территорию Украины, когда она хотела Киев взять, там какие-то бои и шли. Ну, короче, что-то там случилось, что воды нету у нас полностью, не горячее. Под Киевом что-то случилось, и воды нету при горячей, да? Да нет, не под Киевом, это у нас тут, в Донецкой области есть речка Северный Донецк. Северный Донецк. Там кто-то что-то сломал что-то, да? Там большая труба шла со Славянска сюда. Там, я не знаю, или перекрыли ее, или там где-то, ну, я не знаю точно, но воды не стало. Ни холодной, ни горячей. Ну, я помню. Горячей до сих пор нету, и не сказали, не будет. О, что все трубы погнили, надо все полностью менять, все трубы. Кто-то разбомбил, короче, там, да, какие-то насосы или что? Ну, я не знаю, что там произошло, я не, я же говорю, я новости не смотрю, я не хочу вот эти, тут у нас украинских новостей нету, я на украинские, русские новости я смотреть не хочу. А почему украинские нет? Я смотрю, у меня от них плохо становится, реально. Там, ну, такое, блин, бредятину говорят, что тошнит вот это. То есть, ну, смотрите, здесь вопрос в чем? Люди сами пошли, проголосовали, неважно, кто ходил, кто не ходил. Те, кто пошли, проголосовали. За Куда? За Куда? За Януковича? Нет, за то, чтобы выйти из состава Украины, за независимость ЛНР-ДНР. Ну, в 14-м году, 11-го мая. Ходили же люди, пошли. Ну, что, хорошая жизнь стала, ну, проголосовали там какие-то люди. Ну, это ж было незаконное референдум. Это референдум незаконный. Незаконный почему? Незаконный почему? А что, его кто-то признал, его Украина разрешила, добро дала на этот референдум. Это украинская территория. Сюда русские зашли, просто, знаете, как, вторглись в чужую страну и начали свои тут права качать. Вот, давайте референдум устраивать, это что за бред? А СССР разрешение на референдум? С автоматами стояли, понимаете? Возле школы стояли эти вояки с автоматами русские, блин. Это что-то за референдум? Вот это фельдкинограмма-то. Это охрана, это охрана. Это фельдкинограмма-то называлась, а не бумажка. Там непонятно, что вообще было. СССР. СССР в Украине разрешение давал на проведение референдума об отсоединении. А при чем тут СССР? Украина же была в СССР, а потом вышла. Ей давали разрешение проводить референдум о выходе из СССР? Вы же говорите, что Донецк, Луганск, Украина не давала разрешение? Ну, а, конечно, кто давал, если русские сюда зашли? Кто Украине не давал, а кто Украине давал разрешение? Кто Украине разрешал? Ну как, они написали, давали там, я помню, смотрел, конечно, дали. Украина отделилась, сама по себе стала с 91-го года. Россия по себе отделилась. На основе ничего, на основе ничего Украина отделилась. Ну, потому что распался Советский Союз. Нет, 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 СССР только через полгода распался. У вас День независимости когда на Украине был? А при чем тут, когда, ну, а при чем тут Украина, когда отделилась, и при чем тут этот ДНР и ЛНР? Тут зашли русские. Я про СССР говорю. Ну, в смысле, голосовали-то люди все равно. На референдуме голосовали люди. Люди пошли голосовать. Ну, их мало было, большинство людей не голосовали. Откуда вы знаете, что? 1 марта люди вышли против этого, понимаете? Вам же, наверное, не показывали по телевизору, как Украина, когда донецкие ребята вышли против России на площадь Ленина, на нашу, Донецкую. Сколько вышло? Когда тут, да сколько, полная площадь была. Вам, наверное, по телевизору такое не показывали. Там тысячи три вышло. Сколько? Тысячи три? Да нет, не две тысячи три. Там много людей. Ну, полная площадь, я не знаю. Много людей, все забитое было. Ну, Донецк и Луганск, это население сколько там? Восемь миллионов, да, по-моему? Шесть, шесть миллионов? Да нет, ну, как бы, город Донецк миллионник был. Там девятьсот с чем-то миллионник. Донецкая, Луганская область, все вместе, было шесть миллионов. Все вместе. Ну, может быть, да. Ну, там вышло, допустим, тысяча, ну, пусть будет пять. Это как бы не то. Суть в том, что люди пошли и проголосовали. То, что кто-то не ходил, это значит их проблема. Большинство решает за меньшинство. То есть, Донецк и Луганск сами решили, что они отсоединяются. Так же, как и Украина сама решила, что она выходит из состава СССР. Так же люди решают свою судьбу. Тогда решила здесь, тут решили здесь. Это не аннексия. Так это дела не делаются. Это серьезные дела. Конечно. Там подписывается договор какой-то там. Это так дела не делаются. Просто взяли и решили. Нет. Но Украина как вышло. Но Украина как вышло. Это даже когда война, если идет, чтобы прекратить боевые действия, должны президенты там подписать какие-то там договоры, чтобы прекратить войну, боевые вот эти действия. Так же самое и Украина, когда отделялась, что-то там, они с Россией подписывались с Ельциным, я видел. Это после, это через полгода. Это все через полгода. На август, на 24 августа никто ни с кем ничего не подписывал. Украина сама заявила о том, что она выходит. Я тут не буду спорить, ну какая разница. Украина это незалежная страна. Ну при чем тут Украина? Украина есть Украина. Украина тоже незалежные республики стали. Никакие они тут. Вы что-то не были в Донецке. Если побыли в Донецке хоть, хотя бы дня два здесь, увидели какой тут уровень жизни, вы бы отсюда сбежали. Уровень жизни там из-за Украины пока плохой, потому что стреляет Украина. Да какая Украина там стреляет? Украина, она находится, я же говорю, находится 50 километров, три часа, наверное, километров 40 от нас. Что она стреляет? А вот в Донецке прилетела на 9 мая. На 9 мая прилетела огромная ракета, разнесла почти по половине там какого-то торгового комплекса. Это кто стрельнул? Я тут живу, я даже такое не слышал. Где она стреляла? Где именно конкретно? Я скажу, там подсобирался какой-то этот марш, автопробег. Украина обстреляла этот автопробег. Какой-то бред. Я не верю. Украине оно надо. Вот это обстреливать. Украина обстреляла автопробег в Донецке, 9 мая. Вот. В СУ обстреляли за СРЗО участников автопробега в Донецке. Люди хотели подсобраться, куда-то поехать. Там прилетело, там, блин, весь дом разнесло. Это вот как так получилось? Если им не надо это. Там не может весь дом разнести. Они не стреляли с Хаймерсов. Хаймерс у них дорогое оружие. Вот, смотрите, что осталось. Это вот они сюда приходили, люди, тут они подсобирались. Вот это разнесло. Это двухэтажное, там оно слеплено с этого гипсокартона какого-то. Это миномет, да, миномет? 80 миллиметров миномет, да, наверное, какой-то. Ну, с какой-то пушки там стрельнули, наверное, русские. Русские с пушки. Ну, и миномет какой-нибудь, да, наверное, или пушка, думаю. А какая разница? Украинцы не будут обстреливать. Не будут обстреливать? Смотрите, какие. Это провоцирует. Два взрыва какие, видите, огромные. Вот если у нас прилетало в Галактику, вот я тут рядышком возле Галактики живу, магазин бывшего. Украинцы сами сказали, да, мы обстреляли Галактику. Там были стратегические объекты, которые надо было обстрелять. Нахрена им по мирным людям бить? Что они с этого выгоду какую имеют? Интересно. Мне тоже интересно. Вот как вы думаете, зачем они бьют по... Это не они бьют, это русские бьют. Это русские подлые люди. Они бьют специально по мирным. Провоцируют против Украины. А по Белгороду кто бьет? Я же говорю, я новости не смотрю. По Белгороду уже это украинцы бьют. Смотрите, тогда вопрос, тогда вопрос, тогда вопрос. Зачем русским бить по Донецку, когда украинцы бьют по Белгороду? И нам достаточно, чтобы понимать, что они террористы. Зачем нам еще в дополнение к этому? Зачем там стрелять по Донецку? Ну зачем? Ну запугивать людей, чтобы... Не просил, чтобы за копейки жил, как говорится. Смертность очень большая. От уровня жизни, понимаете? Мужиков населения здесь не осталось. Тут одни женщины большинство, одни бабки уходят. А что именно по Донецку? Это что, нормально вы считаете? А нормально, когда Россия, когда в 22-м году начала отлавливать пацанов молодых и отправлять на убоих. У меня столько знакомых, вот у меня сколько родных погибло. Просто отлавливали незаконно пацанов. Вот так видят, человек идет. Сразу... А кто? А как вы это определили? Приказ был такой. Приказ России был? Путин приказ был? Ну конечно, да. Что Россия приняла, типа сказала, что Донецк это уже Россия. И сразу после этого закона, когда Путин сказал, что Донецк это Россия, сразу же начали отлавливать пацанов. Сразу отлавливать. И меня тоже отлавливали. Ну меня не отлавливали, я показывал свой документ. Мне как бы отпустили. А пацанов отправляли у меня, вот знакомого, брат погиб в Мариуполе. Но у вас всеобщая мобилизация была в ЛНР-ДНР? Не мобилизация, это просто отлавливали. Человек даже... У него опыта нету, ни навыков нету. Его никто не обучал, как стрелять. Он даже с пистолета стрелять не может. Как можно его сразу отправить? Просто в автобусы закидывали, автобусы полные шли на Мариуполь. Понимаете, мужиков. Просто без оружия просто так? Ну вот, с пистолетами кто? Кто вообще без оружия? А, просто без оружия, без кассы просто кидали в Донецк? Ну вот, ехали в Гражданском, да. Вот этот, который у меня знакомый, вот мой, я с ним учился, Миша Суслов. Он, его вот тоже выловили вот так вот, он вышел в магазин чисто за сигаретами. Подъехал автобус, кинул его, ну не кинул, как бы его побили. Он не хотел идти. Побили его, да, его побили. Ну вот, смотрите, я в гугл, я зашел и нашел. Всеобщая мобилизация Донецко-Луганских народных республик с 19 февраля была. Всеобщая мобилизация. А, общая. А что это? Всеобщая мобилизация. Как это всеобщая мобилизация? Человек, у него не навыков нету, ничего. Как это можно кидать на убой так? Это как во время Великой Отечественной войны, знаете, когда всеобщая мобилизация... Как это можно на убой кидать против своих? Я, например, у меня украинский паспорт, да, я гражданин Украины. Я буду идти против же своих же воевать, да, там... Там Мариуполь, это украинский город. Чего я должен идти захватывать город украинский? А вот чего русские пошли захватывать украинский город еще? Зачем им? Освобождать они пошли, не захватывать, освобождать пошли. Ань, да, освободили от жизни, освободили. Нет, ВСУ освободили. От людских жизней освободили. Я знаю, да, что там людей много погибло, да, они от людских жизней освободили. сколько погибло в донецко-луганских областях 14 года людей мирных акты мне это не интересно сколько по его я знаю что это ваши когда русские сюда не зашли в донбасс когда их тут не было люди жили нормально русские почему зашли не не память ну потому что сняли януковича ваша нет путин понимал что если станет какой-то другой что-то после этого еще случилось янукович и сняли это проблема местное что-то после этого еще случилось он смысл в россию значит а чему утекал что это за президент который угрожали ему угрожали его может президент как можно бросить людей своих и уехать я если бы его этого бы спас украину людей а туда ничего что после этого если бы он бы не убежал бы может такое не было бы разогнать майдана это чё он не разогнал майдан вот то что майдан я загнал это ошибку но на европу слушался в тот момент он хотел бы европу лишь какие-то вас у вас у русских тут вечно какие-то это отмазки тонн европу слушался вы все такие русские хорошие только все плохие америка плохая европа плохая украина плохая русский хорош ну а чё делать такой у вас так и получается у русских чё ж у вас по истории никто вас не любит русских взять эту историю как бы русских никто не любит завидуют нам потому что завидуют а чем вам завидовать чем вас завидовать нашим ресурсом у вас ну да вас там как бы в америке там уровень жизни в тысячу раз лучше чем в россии чем завидовать вот это бедноте нищете что вас там творится да но беднота ты это да но у нас ресурсов очень много они хотят наши ресурсы поэтому не нас это вам так рассказывать да и мы она и нахер не надо если бы америка хотела бы она уже давно сюда зашла бы если бы хотела бы уже зашла бы ну конечно у нее тут базы рядом стоят финляндии стоят базы натовские она захотела бы уже давно тут у него рядом считаю с границей российской стоят натовские войска там ракеты я думаю вы бы пошли бы вот допустим веба вот состоит какой-то человек да богатый такой и у него в руках автомат вы бы на него с палкой пошли бы отнимать у него богатство он с автоматом стоит такой а при чем тут при том что вы понимаете что вы пойдете его то же самое мере она не идет потому что она понимает что нам понимаете в чем смысл у нас 6 500 боевых ядерных боеголовок не пойдет америка она сама не пойдет и надо кто-то чтобы за нее что-то сделал сама америка не пойдет она по чем получит поэтому она не идет поэтому и ответ как будет от америки не словарю так я и говорю они не хотят уметь поэтому они не пойдут им нужны кто-то типа украинцев которые пойдут будут вместо них в америка то понятно мне свои взгляды да она ради своих интересов все делает как бы ну уж это самая первая как бы америка правит бомо на страна номер один больше не про и попадают не правит балом она грабит мир они балом она правда грабит мир туда куда приходят так вам говорят что она ради мир она ни на кого не нападала как например она израиль нападали вот эти палестинцы лифта шами звезды как биллом не помните кто югославию бомбил сейчас я вспоминаю вы расставил бомбили там, я не помню, там же какой-то переворот был. Югославию, да, Америка бомбила. А ничего, что русские зашли в Афганистан, Чечню тоже бомбили. Сколько в Чечню они зашли, в Грозный. Чечня это Россия. Ну они же хотели отделиться. Жохар Дудаев хотел, он хотел отделить. Дудаев хотел, народ не хотел. Ну как это народ не хотел? Наоборот, народ хотел. Не хотел. Ну смотрите, а вы в курсе, что была республика? Знаете, как республика называлась до 91-го года чеченская? Знаете? Ну, так. Как называлась? Знаете или нет? Я знаю, я забыл. Она называлась Чечено-Ингушская республика. Чечено-Ингушская. Ну. То есть это была Чечня и Ингушетия, как сейчас. Это была одна республика. Как вы думаете, почему Чечня осталась без Ингушетии? Почему они поделились? Лепота. Как так получилось, что была Чечено-Ингушская республика, а осталась отдельно Чечня и Ингушетия? Как так получилось? Не знаю. Я вам рассказываю. Началось с того, что Дудаев пришел и начал орать, что он хочет отделиться, а Ингушетия сказала, нихера мы не хотим. Мы в России. И поэтому в Ингушетии приняли решение отделиться нафиг, потому что им на этот геморрой не нужен. Они в России хотят быть. То же самое и внутри Чечни люди не хотели отделяться. Но пришел Дудаев и сказал, что будем отделяться. А народ не спросил вообще ни разу. А в 2003 году у людей спросили, вы вообще кого хотите? Давайте, говорите. Пошли 97% сказали, что они хотят быть в России. Я не знаю. Я новостям вообще не верю. Я смотрю, просто у меня этих новостей плохо. Это не новость, это история. Это не новость, это история. Можете погугнуть. Ну, это может история. Ну, как бы... Я другую историю услышал, например. Не такую, ну, как бы... Так вы можете загугнуть нормально. А в Афганистане. Что они в Афганистане делали? В Афганистан пригласило правительство Афганистана. Девять раз Брежнева просили ввести войска. Девять раз. И только на девятый уже ему сказали, ну, Леонид Ильич, ну, давайте введем. И только после этого ввели, там, упрашивали его. Не собирался. Это их попросило правительство Афганистана. Ну, и что, они вот там, они вот были 10 лет, ну, и только люди погибли, и опять же они вышли оттуда с Афганистана. Что они ничего там не сделали? Пригласили. По приглашению правительства. Ну, вот была такая вот история, да, у нас. Ввели войска, помогали, помогали правительству. Потом вышли. Понять-ка. У вас все сходится, что Россия такая хорошая, а все плохие. Ну, Америка плохая, ну, я понял, да, у вас так, у вас так, это, работает система, да, Украина виновата. Ну, ядерные бомбы, вот за всю историю ядерные бомбы кто на кого скинул? За всю историю человечества только одна страна использовала ядерное оружие против мирного населения. Кто? Ну, конечно, они же первые изобрели это ядерное оружие, американцы. Нет, вопрос в том, что кто агрессор? Кто вот такой нехороший или кто хороший? Кто вот такой хороший? Ну, они сбросили, потому что китайцы, они разбили первый харбор, этот, где там стояли корабли. Они же, японцы, то есть, японцы. Вот. Они же разбили этот, людей, они же самолетом начали бомбить. Конечно. Поэтому полмиллиона мирных людей можно, в принципе, шлёпнуть, но по доброте душевной. Ну, и сразу этот, и стал мир. Смотрите, сейчас япония, по гаторскими войсками живёт. Ну, то есть, вы предлагаете России сейчас скинуть я дебу на Киев, и всё будет мир. Хорошо же? Правильно? Да не, мира не будет, а моя Америка потом ответку даст. А что, тут вот они скинули на Хироси Многасаки и мир. А давай мы тоже тогда на Киев сейчас скинем, и будет мир. Правильно? Мы хорошие тогда будем? А какой мир? Ха-ха, и вы хорошие. Ну, Америка хорошая, Россия плохая. Америка скидывает бомбы, а Россия нет. Японцы напали на Америку. Так же самое, вы напали на Украину. Не, Украина напала на Россию. А, Украина напала на Россию? Конечно, конечно. Так как это получается? А ну-ка, объясните мне. Как это, Украина напала на Россию? В Ростовскую область с начала 21-го числа зашло ДРГ на двух БТРах. Постреляли там. Одних угасили на двух сотеля, остальные уехали. Это нападение на страну. А потом обстреляли уже наших союзников по договорам по международным. А это равно нападение на Россию. Два раза напали. За три дня. Да, ладно. Ну, я говорю, я теперь понимаю, у вас еще больше стало не любить русских. Вы только все хорошие, а все плохие. Ну, так получается, так получается. Извините. Ну, так получается, вам же по новостям так все рассказали красиво. Откуда вы такую информацию чипаете? С интернета, с новостей. Вам же там на уши под рассказами. Я Скобееву и Соловьева смотрю каждый вечер. Ну, а ну, так как-то понятно тогда. Ну, а что, неправда всегда говорят, Скобееву и нормально. Скобеева и Соловьев, я считаю, вообще источники хорошие. Путин еще смотрю иногда. Путин. Вы что, приказываетесь? Путину смотрю, Скобееву и Соловьеву. Иногда Google. У меня Google еще есть, я иногда захожу. Окей, Google. И спрашиваю чего-нибудь. Я у меня такой. Пожалуйста. Информация про ДРГ лежит везде. Вот, может, нищая страна, которая вот как Тальков пел песню. Слышали, что он пел вот это, Игорь Талькова, знаете? Да, да, да. Что он про Россию пел так? Немытая Россия, да. Что он, как он пел про Россию, что когда он вернется через сто веков, не в страну дуракова, а в страну гения, что это может через 10 тысяч лет быть. Что сейчас на самом деле там дураки одни проживают. Ну, вот Тальков в 90-х жил, тогда в России действительно, была не Россия, тогда была другая страна немножко, другая. Ну, тогда еще, как бы, люди были лучше, чем мы сейчас. Тогда как раз только Советский Союз распался. Это был 91-й год, еще люди были нормальные. Ну, нормальные, да. Да, да, еще жизнь была, кипела, жизнь в 90-е. Вообще, я помню, икру красную ели ложками, я помню. Вот тогда было нормально при Ельцине. Вот пришел Путин, и все, икры не стало, я помню. Тяжелые времена были, шоколад не было даже. А при Ельцине помню, да, хорошо. Вкусно было все. Россия росла, я помню. Да, вот. Ну, ладно, что это. Ну, я не знаю, что вам посоветовать. Собирайте это, езжайте в Киев. Что вам тут мучиться под оккупацией? Жалко вас просто? Ну, мы уже сами разберемся, куда ехать. Ну, страдаете, бедолаги там. Жалко просто. А мы не страдаем, но под оккупированной территорией жить, конечно, не сахар. Ну, я да. Когда ты знаешь, что русские сюда зашли и сделали столько беды и горя. Ну, да, еще и с миномета стреляют, еще и магазины не работают. Не знаю, я бы, конечно... Да и не только с миномета, там они стреляют. Я ж не знаю, я ж не военный эксперт, с чего они там стреляют. Вы просто сейчас меня хотите подколоть, что они там с миномета стреляют. Я ж не военный эксперт. Они стреляют там со всего... Я ж не знаю их оружие, какое у них оружие. Не, я желаю вам просто, чтобы вы нашли себя в этой жизни и не мучились. Просто я не думаю... Что они нам хорошего сделали здесь, русские? Вы объясните. Что они сделали? Я же вам пример придаю, какая тут медицина, что препараты не получаю, как бы, деньги по состоянию здоровья мне копейки платят. Как бы, только, как говорится, на подачках и живем. Что русские хорошего тут сделали? Я думаю, просто... Вот вы защищаете свою Россию? Не, не, не закрылась. Смотри, я предлагаю вам взять, поехать в Киев. Там на вас найдет ТЦК, насрут на вашу болезнь, загонят вас в окопы. Вы там жизнь свою радостно встретите, и все будет хорошо у вас. Да никто там не загонит. У меня там сколько родственников в Харькове живет молодой парень, мой двоюродный брат. И никто там в окопы никого не загоняет. Это вам по телевизору такие сказки рассказывают. Обрешут опять, опять, вот Соловьев опять набрехал. Это Соловьев, это брехло. Брехло. Тогда тем более езжайте в Киев и живите, наслаждайтесь там прекрасной европейской жизнью. А вы живите своей рашки по рашке. Будем здесь страдать, мучиться. Пойду страдать. Да не, мучаемся мы. Вы там-то не мучаетесь. Вам там в Подмосковье и в Москве неплохо живется. Мучаемся мы тут, на территории вот этой оккупированной. Макдональдс пришел, Мерседесов нет, БМВ нет. Вот у нас нет этого. Страдаем, я как не знаю. Я уже не знаю, что без Мерседеса делать. Встаю с утра, плачу, в Макдональдс иду, а там вкусные точки. И расстраиваюсь, иду плакать домой обратно. А у нас и Макдональдса, и вкусной точки нету. В Киев езжать, в Киев. Ну, если деньги вышли, типа едем в Киев. Обязательно ждите деньги, тогда поедем. Желаю вам, да. Я пришлю, куда прислать в Киев, в Донецк, куда? Что за улица? Ну, я тебе вам дам номер карточки, PSB у меня есть. PSB-то что такое? Ну, PSB-банк ваш российский. PSB-то российский банк, что за PSB? Это у вас? Ну, что вы не знали, есть такой банк в России, PSB. Ну, покажите карточку, я запишу. Ну, сколько вам надо? Я вам цифры, и сам про диктуру. Да. Так, а что, покажите? Что за PSB, просто не знаю. Это какая-то его, это, что, что за PSB? PSB-банк называют. PSB-банк, а, давайте диктуйте. Чем вам скинем. Скинете? Ну, сколько надо? Да, я шучу, не надо меня ничего скидывать, ради бога. Что, давайте? Что вы работаете? Диктуете. Да, диктуете ничего. Диктуете, диктуете. Да, не буду я ничего диктовать, что вы скинете деньги, нет, конечно. А что, скинем? Куда? На карточку мою? На карточку, на карточку. Со Сбербанк из придетку? Да, ну, не, я не надо, я не хочу чуть-чуть деньги. Ну, лекарства хоть. Не, не, спасибо, мне, как бы, мы тут уже, у нас родственники есть, кто-то поможет, как бы, вы чужой человек будете скидывать деньги, нет. Ну, а как вы там страдаете, и в Киев не уехать, вообще ужас, как там? А в Киеве уехать надо тоже немало ведения. Не, там, во-первых, жить, чтобы снять. Квартиру продавайте, и там покупайте. А там жилье, ну, тут квартира, я вас спрашивал, сколько стоит, а там жилье в раза два дороже. Ну, ладно, в день, папа, в Одессе сейчас дешево продают, говорят, упал рынок воде. Да я бы, если бы не состояние здоровья, и мне собака лобай, он, сидит, сейчас я вам покажу. Если бы не собака, мы уже с папой давно уехали. И вон, собака вот, которая у меня держит, вот, смотри. О, морда. Бобик, как дела выглядят? Это не Бобик, это Алабай. Ну, вот ебалай какой. Спартак, Спартак. Ну, ладно, Спартак чемпион. Ну, ебалаю здоровья, вам это... Да нет, ебалай так не надо его называть, у него имя Спартак, а не ебалай. Спартак, а, Абалай, Абалай, господи, Алабай, хер вы говоришь. Ну да, это вы с подколом, но вы и русские все так любите подколоть, я же понимаю вас, что думаете, вы все любите п***ть кого-то там, подколоть. Не-не, мы переживаем, мы хотим п***ть. Ну да, что, не-не, ну что вы не некаете, вы так, чтобы в к***ть, я же вижу вас, любите так подшутить, подк***ть кого-то. Вы же русские все святые, вы все хорошие, а все хорошее, и все дураки, понимаете? Ну, ядерная бомба не скидываем на людей, мы хорошие. Да при чем тут ядерная бомба? Вы посмотрите на свой уровень жизни, и потом говорите. Ну, живем в рейсер. Ну и молодцы, что американцы сбросили бомбу, и сразу война закончилась. Ну и говорю, мы тоже так подумаем, мы тоже, может, так закончим. Да не, вы так не подумайте, вы агрессоры, вы напали на Украину. Не Украина напала на вас, а вы напали на Украину. Вы агрессоры. Пойду Путину позвоню тогда, расскажу ему. Да, позвоните, скажите ему. Скажу, что все, давайте.